Глава государства поздравил участников торжественной церемонии награждения, победителей конкурсов «Алтен Сапа», «Парос» и «Лучший товар Казахстана» предпринимателей, внесших особый вклад в развитие страны. Сфера бизнеса динамично развивается в Казахстане. Для этого со стороны государства создаются все условия, подчеркнул Касымжа Мартукаев. Доля малого и среднего бизнеса превысила 36% валового внутреннего продукта. Количество людей, работающих в этой области, достигло 4,3 миллиона, что составляет 45% трудоспособных граждан страны, отменил президент. Глава государства подчеркнул, что экономика страны должна основываться на принципе справедливости. В этой связи он обратил внимание на ряд важных вопросов. В недавнем послании мною поставлена большая, можно сказать, амбициозная задача. К 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза, до 450 миллиардов долларов. Эта задача не плод пустых фантазий, но тщательно просчитанный правительством план действий. Для ее решения необходимо запустить новый инвестиционный цикл, который станет важным элементом экономического роста нашей страны. На прошлой неделе я подписал указ о мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций. Теперь деятельность инвестиционного штаба будет нацелена на своевременную и беспрепятственную реализацию проектов. Штаб получил право разрабатывать нормативные правовые акты, имеющие силу закона. Крайне важно то, что штаб наделен полномочиями принимать решения, обязательные к исполнению госорганами и национальными компаниями. Эти меры призваны содействовать улучшению инвестиционного климата в стране. Все члены инвестиционного штаба несут персональную ответственность за эту работу. В целом, в привлечении инвестиций главным должен стать принцип ноль бюрократии, максимум конкретных действий. От государственного аппарата требуется постоянный фокус внимания на конечные результаты. В своей речи глава государства отметил, что в соответствии с его поручением инвесторы, вкладывающие свои средства в обрабатывающий сектор, со следующего года будут освобождаться от уплаты налогов в течение трех лет. Будет внедрена система поддержки инвестпроектов по принципу «зеленого коридора». Это позволит облегчить и ускорить получение разрешительных документов инвесторами, упростить для них выдачу земельных участков и подведение коммуникаций. Крайне важно, не затягивая, создать цифровую платформу, посредством которой в режиме реального времени можно будет отслеживать процесс реализации инвестиционных проектов. По всем решениям и ограничительным мерам государственных органов в отношении инвесторов начнет действовать прокурорский фильтр. Тем самым мы защитим инвесторов от необоснованных штрафов и налогов, несправедливых и затяжных судебных тяжб. В целом мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить честные и прозрачные правила игры для бизнеса. Важным инструментом ограничения давления контролирующих органов на бизнес станет автоматизированная система управления рисками, которая будет запущена с 1 января 2024 года и позволит назначать бесконтактные проверки по честному главу государства. Также системной перезагрузки отношений между бизнесом и государством будет содействовать разрабатываемый сейчас новый налоговый кодекс, в котором закладывается переход фискальных органов на сервисную модель администрирования. Планируется на 30% снизить налоговую отчетность для субъектов бизнеса. Количество налоговых платежей будет оптимизировано как минимум на 20%. Отменяются расчеты и декларации по налогу на транспортные средства, а также расчеты по земельному налогу и имуществу при сумме налоговых обязательств менее 1 миллиона тенге. Блокировка банковских счетов предпринимателей будет допускаться только на средства, равные их налоговой задолженности. Наряду с сохранением действующих стимулов развития бизнеса будут приняты дополнительные меры поддержки. Уверен, что понятная, предсказуемая налоговая политика придаст мощный импульс экономическому росту. Хотел бы зафиксировать ваше внимание на словах «понятная и предсказуемая налоговая политика». Эти слова адресуются правительству. Марка, сделанная в Казахстане, должна стать символом самого высокого качества, символом лучшей продукции. В этом заключается главная цель конкурса «Алтен Сапа». В завершении церемонии Касам Жамар Такаев выразил благодарность всем предпринимателям, участвовавшим в конкурсах «Алтен Сапа» и «Парыс» и вручил награды лауреата.